Волга В их активе в этом году 7 горчичников. В полузащите тройной кулак составит молодой Никита Малеров, опытный Евгений Алдонин и румынский опорник Адриан Рапотан. В прошедшем сезоне в активе этой группы игроков 7 желтых и 1 красная карточка. В нападении сыграют некогда нападающие основного состава сборной России Дмитрий Сычев и Дмитрий Булыкин. За 23 игры, проведенные на двоих, эти футболисты отличились только двумя горчичниками. Вакантными остаются позиции голкипера и атакующего полузащитника. Что касается нынешнего состава Волги, то в команде продолжается поиск футболистов. По словам руководителя пресс-службы команды Сергея Казунова, игроки просматриваются практически на все позиции на поле. Но имена возможных новичков пока не разглашаются. Я думаю, что все позиции заключены вратарской, потому что у вратарей у всех контракты, насколько я знаю, продолжаются. Идут просмотры, приглашаются футболисты. Просто сейчас имена не называем, потому что это такое у нас есть правило в команде. Пока он на просмотре, это не игрок в команду. Как только заключил контракт, мы его сразу же объявляем. В этом году Нижегородская Волга будет выступать дивизионом ниже футбольной национальной лиги. И по словам нового министра спорта Нижегородской области Сергея Панова, сможет ли команда вернуться в первый сезон в премьер-лигу, зависит не только от футболистов. Наша команда должна через некоторое время вернуться в элиту. Как это долго будет происходить, зависит от игроков, тренеров и менеджмента клуба. Мне бы хотелось за то время, что мы будем играть в футболистов, выстроить хорошую материально-техническую базу для футбольного клуба. И уже с хорошим багажом возвращаться на высший уровень. Что же касается действующих футболистов, то они уже завтра проведут свой первый после отдыха учебно-тренировочный сбор. Ближайший соперник Волжан в товарищеской игре Держинский Химик, матч с которым пройдет уже в понедельник. Кстати, в предстоящем сезоне команды встретятся еще не раз. Оба клуба выступают теперь в футбольной национальной лиге.